Удмуртский коллектив Возраст быстро дал о себе знать. И уже в 2014 году не стала самой возрастной участницей ансамбля 86-летней Елизаветы Зарбатовой. А на днях из Удмуртского края прилетела еще одна печальная весть. В возрасте 83 лет ушла из жизни душа коллектива Наталья Пугачева. Женщина всего два дня не дожила до своего 84-летия. Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» был образован около 45 лет назад. По большей части они исполняли удмуртские народные песни. После их первого значимого выступления с перепевками на родном языке о них заговорили всерьез. Уже спустя два года в 2010 году бабушки решили принять участие в национальном отборе к Евровидению. Коллективу удалось занять лишь третье место с песней «Длинная-длинная береста» и как сделать из нее «Айшон». Однако неудача, которую в общем-то и неудачей назвать сложно, никак не повлияла на намерения коллектива. И уже в 2012 году «Бурановские бабушки» выигрывают первенство и получают право представлять Россию на международном конкурсе в Баку. Среди всех в коллективе больше всех запомнилась маленькая бабушка с ласковой улыбкой, которая всегда находилась в центре – Наталья Пугачева. По предварительной информации, 6 лет назад у женщины обнаружили опухоль в районе желудка. «Хорошо, что вовремя болезнь поймали. Почти три года назад мы с размахом отметили 80-летие Натальи Яковлевны у нас в деревенском клубе. Она тогда, несмотря на недух, песню для всех исполнила, которую сама и придумала. Получилось трогательно, до слез», – вспоминают ее коллеги. Врачи настаивали на срочной операции, и вскоре Наталья Яковлевна дала свое согласие. Последние годы она была в ремиссии, но летом этого года болезнь вернулась. Второй раз одержать победу женщины, к сожалению, не удалось. Первым новость сообщил глава Удмуртского края. В 2014 году разгорелся небольшой скандал. У бабушек закончился контракт, который они решили не продлевать. Все дело в том, что продюсер желал набрать исполнительниц помладше. О своем увольнении женщины узнали из интернета. Кроме того, у них отобрали все права на песни и названия. Последние пять лет ансамбль называется «Бабушки из Буранова». Субтитры создавал DimaTorzok